Глобальное мировое потепление становится все более актуальной и обсуждаемой темой в обществе. Эксперты обеспокоены тем, что повышение погодного температурного режима несет долгосрочные негативные экономические последствия. Как температурные изменения влияют на экономику Казахстана, какие последствия уже ощущаются и какие меры необходимо предпринимать во избежание экономической угрозы, обо всем подробнее в деловом обзоре расскажет моя коллега Алия Абитова. Алия, тебе слово. Спасибо, Диас. Согласно отчетам Национального бюро экономических исследований, действительно, температурные колебания могут привести к длительным экономическим последствиям, особенно в странах с жарким климатом. И это значительно может сказаться на показателях ВВП стран. Основные причины – это повышение производственных затрат, снижение производительности труда и изменение условий для сельского хозяйства. При этом в холодных странах, напротив, некоторые температурные изменения могут даже способствовать экономическому росту. Что касается Казахстана, чья климатическая структура охватывает как умеренные, так и полупустынные зоны, последствия могут быть многообразными. Страна уже сталкивается с такими проблемами, как засухи и дефицит водных ресурсов. И дальнейшее потепление может усугубить эти тенденции, создавая угрозы для экономики и продовольственной безопасности. В первую очередь может пострадать сельское хозяйство. Повышение температуры может уменьшить количество осадков в центральных и южных районах страны, что в свою очередь снизит продуктивность в отрасли. В сфере добывающей и энергетической промышленности могут потребоваться дополнительные меры по охлаждению оборудования, что приведет к росту операционных затрат. Еще одной существенной проблемой может стать доступ к водным ресурсам. Реки и озера могут стать менее устойчивыми из-за засухи и сокращения таяния снегов. Это в свою очередь создаст угрозу для гидроэлектростанций и систем водоснабжения. И как следствие скажется на стоимости и доступности воды. Алия, а какую стратегию необходимо выработать Казахстану для повышения устойчивости к климатическим изменениям? Диас, для начала отмечу, что по данным экспертов, резкие температурные колебания могут сохраняться на протяжении десятилетий. Для Казахстана это чревато снижением производительности труда, миграции населения и ростом эксплуатационных расходов на поддержание инфраструктуры. В этой связи необходимо адаптировать ключевые секторы, а именно наращивать инвестиции в зеленую энергетику и инновационные технологии. Это позволит не только смягчить последствия температурных шоков, но и развить новые секторы экономики, менее подверженные климатическим изменениям. Давайте послушаем мнение эксперта на этот счет. В нашей промышленности, другие отрасли должны выбирать себе зеленый путь развития. От использования угля переходить на использование газ, это отопительные станции, системы. Теперь автотранспорт, который определенную долю дает в выбросах. Надо переходить на газовые. И сейчас, как стало модно и хорошо, электромобили пошли. Поэтому надо максимально переходить на зеленую экономику. Культура экологии, культура проживания, чтобы не вредить, не усугублять всемирные потепления своими действиями, вот это надо понимать, должен каждый казахстанец. Глобальное потепление и его воздействие на экономику Казахстана требует проактивного и комплексного подхода. Все это, по мнению экспертов, поможет Казахстану не только адаптироваться к климатическим вызовам, но и занять лидирующую позицию в регионе по устойчивому развитию. У меня на этом все. Диас. Что жаль, будем надеяться, что Казахстан станет устойчивее к климатическим колебаниям. Спасибо за обзор.